В морских глубинах обитает множество удивительных существ. Морской огурец или галатурия – один из таких. Всего известно более тысячи видов морских огурцов. Некоторые из них очень длинные и способны вырастать более трех метров в длину. У рта галатурии имеются щупальцы, с помощью которых они собирают еду с морского дна и отправляют в рот. В какой-то степени они выполняют функцию санитаров моря. Дышит морской огурец с помощью ануса. По соседству с галатурией обитает интересная рыбка – жемчужница. Она маленькая и беззащитная, но очень хитрая. На открытом пространстве, где спрятаться от опасности негде, эта рыбка все же находит себе убежище. Этот морской огурец не имеет щупалец, а пищу всасывает вместе с илом в рот, как пылесос. Затем из его ануса выходит отработанный ил. Рыбка-жемчужница посчитал его анус отличным домом. Там она будет в безопасности, так как морские огурцы мало кому интересны в качестве пищи. Она не вредит галатурии, но проблема заключается в том, что рыбка не против принять в свой новый домик гостей. Некоторые виды морских огурцов используют мерзкий способ защиты, который прекрасно отпугивает врагов. Как только их коснется рыбка, из анального отверстия выпускаются свои собственные кишки. Они липкие и противные. Враг, как правило, отступает. Конусные улитки Улитки – поразительные существа. У них имеется впечатляющий набор предметов и оружия. Первое, что бросается в глаза, так это дыхательная трубка, называемая сифоном. С помощью нее улитка втягивает воду в жабры. Также она служит органом, улавливающим добычу. Когда добыча найдена, в дело вступает небольшой хоботок с карпуном внутри. Скорость его выстрела высока. К тому же, улитка впрыскивает яд, обездвиживая жертву. Яд настолько сильный, что может убить человека. Огромный рот улитки раскрывается и поглощает рыбу целиком. Коралловые рифы Это кладовая питательных веществ и одно из самых оживленных мест обитания на планете. Сотни видов различных морских существ находят здесь свой дом. Хищники и жертвы находятся в балансе и прекрасно дополняют друг друга. Экосистема стабильно развивается. Но есть одно существо, которое может полностью уничтожить экосистему, развивающуюся сотни лет. Вот оно. Морская звезда Терновый венец. Названа так из-за своих ядовитых шипов. Если у простых морских звезд пять лучей, то у Тернового венца их от 12 до 21. Сотни трубчатых ножек перемещают морскую звезду размером в 50 см по морскому дну в поисках пищи. Питается она кораллами. Закрепившись на коралле, эта морская звезда выворачивает желудок, накрывая им участок равной площади ее тела. Выделяемые желудком пищеварительные ферменты проникают сквозь поры известкового скелета кораллов и превращают полипов в питательный бульон. За год одна такая морская звезда уничтожает до 13 квадратных метров кораллов. Казалось бы, что этого мало, но опасность скроется в их численности. Терновый венец невероятно плодовит. Одна самка выпускает более 20 миллионов икринок. Огромное количество таких морских звезд может попросту уничтожить коралловый риф. Но у коралловых рифов есть надежда на спасение. Гигантская улитка Тритон – главный убийца этих морских звезд. Ее раковина может достигать 60 сантиметров. Она питается морскими огурцами и морскими звездами. И терновый венец – одно из любимых ее блюд. Гигантская улитка бросается в погоню. Да, скорость погони невелика, но поверьте, они стараются изо всех сил. И это смертельная гонка. Когда улитка догоняет, она вводит в морскую звезду парализующий я. Ядовитые иголки тернового венца не причиняют вреда улитке, так как у нее выработался иммунитет. Улитка разрывает мягкие ткани звезды и высасывает все ее внутренности, оставляя лишь пустую оболочку. Этих древних существ называют рыбами-ведьмами или миксинами. Но больше это существо напоминает червя. У него есть череп, но нет скелета. По бокам его тела расположено множество крошечных отверстий. Они выделяют слизь, которую используют для защиты. Она настолько противная, что многие морские хищники буквально плюются от нее. Слизи выделяет рыба-ведьма огромное количество. Но можно еще больше ужаснуться, увидев ее рот. Это будто существо из фильмов ужасов. Все эти ряды зубов предназначены лишь для одного – вгрызаться в жертву и выедать ее изнутри. Кормление миксин выглядит отвратительно. Кормление миксения Рыба-ведьма, пожалуй, одно из самых мерзких существ на планете. Подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.